книга открытым оком тема суды том 11 вопрос 2477 когда вы с коммунистом судились за его клевету на вас то судья назначила экспертизу по важным вопросам где нужно было компетентное заключение специалиста в определенной области в чем заключается такая экспертиза и как конкретно она выглядит отвечает игнатий тихонович лапкин судья попросила провести лингвистическую экспертизу что и было сделано комитет по образованию администрации железнодорожного района города барнаула моу средняя образовательная школа номер 68 улица антона петрова 130 телефон 40 17 35 40 2284 отзыв об образе героя повести н морозова полюшка поле лапкине я не буду говорить о художественных достоинствах повести николая морозова потому что уже само определение жанра повесть противоречит литературной форме полюшка поля это скорее мемуары то есть воспоминания притом ностальгические об ушедшей однопартийной эпохи ничего оригинального самобытного в повести нет все события вкладываются мировоззренческие рамки коммунистической идеологии отсюда вывод полюшка поля вещь которая не заслуживает внимание как литературное явление эта повесть вещь идеологическая именно с идеологической точки зрения надо судить и об образе лапкина конечно же этот герой герой отрицательный и конечно же положительный герой матросов должен победить в очной схватке этих двух людей и победить последний должен уже именно потому что учение маркса ленина о религии единственно верно она не допускает конкуренции потому что лежит в основе советской власти а потому сама есть власть советская литература страдала схематичность уже потому что делила героев произведений на своих и чужих вернее чуждых естественно лапкин в качестве отрицательного персонажа должен был выглядеть так безобразно чтобы народ отшатнулся от него вернее не от него от его мировоззренческих устоев то есть ничего нового образом лапкина николай морозов не открыл ничем новым не удивило потому скучное впечатление складывается не а герои в кавычках повести а о самом авторе каков же лапкин которого так лихо развенчал товарищ матросов надо понимать морозов во первых наглый тип читаем кавычки открываются лапкин и его жена вторглись в класс без всякого разрешения во время урока отстраняли надо полагать применяли насилие учительницу от стола дуэтом ишь как слепились мракобесы начинали свои проповеди далее еще цитата педагогу приходилось объявлять внеурочный перерыв и предлагать детям немедленно покинуть класс в данном случае стилистически верным было бы приказывать детям немедленно покинуть класс то есть то что есть это показатель неряшливости а может быть безграмотности во вторых лапкин имеет отталкивающую внешность худощавый мужчина бледная как поганка изможденное лицо лицо поросшая бородка редко обвисшая речь скороговорка лапкин постоянно растерян и в замешательстве постоянно язвит на больше неспособен прерывает размышления кстати слова размышления очень неуместно в данном контексте он нервно ерзает его подбородок судорожно дрожит совершенно бессмысленное сочетание слов матросов как положительный герой разоблачает кликушество и выглядит очень достойно он спокоен не придает никакого значения репкинам лапкина он задумывается ясно строить свои мысли интересуется просит не увлекаться начетничеством матросов настолько убедителен что даже брат лапкина уверяет его правоте и выносит приговор проповеднику это он у нас такой усердный все бы ничего если бы мы вели в этом отзыве речь о литературном герое лапкине но дело в том что на страницах 242 250 идет нелицеприятная речь похожая на донос на реально существующего человека по фамилии лапкин который родом из потерявки уничтоженной коммунистами мамонтовского района алтайского края а это уже оскорблением посягательства на честь и достоинство такого же гражданина россии как и товарищ морозов за такое раньше вызывали на дуэль хотя коммунист морозов вряд ли это понимает он не личность он винтик из партийной машины он живет не в 2004 году а в году эдак 37 я знаю лапкина и знаете тихоновича очень давно знаю много его добрых дел его ум его интеллект он не фанатик он подвижник и уже за это достойного жения а что касается морозова то ему нужно принести извинение лапкину игнать ее извинение игнатью лапкину и запомнить что истина не подвластна человеку а дорог к ней много и у каждого из нас своя дорога к ней 5 декабря 2004 года член корреспондент академии национальной безопасности почетный работник общего образования российской федерации учитель высшей школы директор школу номер 68 в я торшин кавычки закрыты мнение людей не нашего круга а нас могут быть диаметрально противоположными одни нас хулят а другие могут и одобрительно к нам относиться так они не загубили совесть себе среди таких еще и не церковных людей есть даже люди благочестивые знаю что многие верующие с этим могут и не согласиться но это так многие еще находясь в миру были готовы и стать христианами или даже монахами книга деяний 22 глава 22 стих до этого слова слушали его а за сим подняли крик и говоря истреби от земли такого ибо ему не должно жить деяние 24 5 наряд всего человека язвы и общество возбудителем мятежа между иудеями живущими по вселенной и представителем назарейской ереси деяние 2525 но я нашел что он не сделал ничего достойного смерти прокосия 64 благочестия ваша как утренний туман и как роса скоро исчезающие деяние 10 2 благочестивый и боящийся бога совсем дом своим творивший много милостыни народу и всегда молившиеся богу иакова 1 26 если кто из вас думает что он благочестив и не обуздывает своего языка но обольщает свое сердце у того пустое благочестие иакова 1 27 чистое и непорочное благочестие пред богом и отцом есть то чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя не оскверненным от мира пыль оседает можно рассмотреть кто там за бруствером в траншею к нам ломился наусь кивал поганых и зверей опресники выбрасывал травился кислым о библия о слово иеговы хранительница в бедах и победах к тебе склоняюсь нежно и сыновне с тех пор как глав стихов твоих отведал хотя бы сон монахов угрожал дробящих мощи в монастырских кельях не устоять им их сомнет скрижаль раздавят заповеди о которых пели не библия по храмам во главе но типиконы треба и кружения переманули ветхозаветная в новый завет и нет о том ни слез ни сожаления перелицованной пробовать христа отвергнуты апостолов наказы предания как опухоль киста изъели жизни нет срослись с проказой развеян дым кадильниц от горелых провал кореи в шахтой назовут на те же подвиги вновь устремлены смело по пыл же православные их допекает зуд завеса пелена спадет не скоро авторитет писания еще не восстановлен уметь разоблачить волков лютейших свору да свалится с высоких колоколин мамонна желтоглазая жирует на грошики от крестиков и свечек откройте ж библию с молитвой вымыв руки от сребролюбия утробы вам излечит заглохни до злоба под церковным сводом когда полюбите библейскую премудрость пускаю щедро хлеб в народ по водам плывет корабль церковь новозаветным курсом 13 декабря 2004 год игнатий лапкин лапкин и